Страшный сон автомобилиста. В Карагандинской области за сутки сгорело 4 автомобиля. Почему число таких пожаров увеличивается в сильные морозы и как уберечь свою машину в сюжете Людмилы Батюшкиной. Накрывают чем-то одеялами. Это все легко воспламеняется. Небольшой пропуск топливной системы и все. Николай Солодки каждые три месяца гонит машину в автосервис. Полностью проверяет электрическую ходовую часть моторный отсек. Взял за правило никогда не класть ничего лишнего под капот машины. Этому научила жизнь. У двоих его друзей сгорели автомобили. Печка замыкала, потому что был некачественный антифриз. Он замерз. Замкнула печка, сгорела Мазда. Ну, было обидно, конечно. Ну, у друга. Он устанавливал ее, ну, где-то в постороннем месте, не официала. И машина сгорела из-за неправильной установки. Ночью. И тут и предъявить же в таком случае, да, некому? Некому. Потому что чеков ничего нет. Только за минувшие сутки в Караганинской области сгорели четыре автомобиля. Как правило, в сильные морозы такие пожары происходят чаще, говорят в ДЧС. С начала года таких пожаров больше 140. В двух погибли люди. Спасатели заметили, что чаще горят машины немецкого производства. Основная причина горения автомобиля – это у нас короткое замыкание электропроводки. Чаще всего из всех. Либо неисправна эта топливная система. Почему в морозы? Потому что люди начинают автомобиль всяческим методом разогревать, если в простонародье говорят, прикуривать автомобили, разогревать паяльными лампами, что категорически запрещается. Спасатели рекомендуют своевременно проводить техосмотр автомобиля. И не просто для галочки. Следить за исправностью электропроводки, держать под рукой, а не в багажнике, исправный, непросроченный огнетушитель. Тоже советуют и мастера в автосервисах. На сегодняшний день есть автоодеяла, которые не горячего материала. Они можно, с ними можно работать. А с всякими кашмой, паласами, коврами и все остальное, такого недопустимо. Масло, если по километражу надо заменить, приготовить. Антифризы тоже заезжают грамотным специалистам, которые знают с антифризом, как работать. Сигнализации люди тоже ставят. Автосигнализации дешевые. Гонятся за дешевесной. В итоге тоже происходит. Надежность машины зависит не от ее возраста или пробега, а от ответственности владельца, говорят мастера. Готовить машину советуют не когда уже ударили морозы, а заранее. Так и очередей можно избежать и спасти и железного коня, и свою жизнь.